Перерост населения России естественный обусловлен исключительно детьми, родившимися у лиц, которые гражданами России не являются. На встрече с учащимися Центром для одаренных детей «Сириус» президент России Владимир Путин особенно рьяно опровергал информацию о продолжающемся вымирании населения страны. Мы не находимся в списке стран с отрицательным приростом. Наоборот, вас обманывают. У нас наблюдаются второй год подряд, второй даже с небольшим, естественный прирост населения. Не знаю, поверил ли ему мальчик, задавший вопрос о демографической ситуации в России, но Росстат свидетельствует, что Владимир Владимирович лжет. И даже до того, как ознакомиться с данными Росстата, если посмотреть рекламный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о Путине, видно, что президент сам путается в своих показаниях. Стоуну он заявлял, что... У нас третий год подряд уже естественный прирост населения, в том числе и регионов преимущественно русского населения. Хорошо. Когда же Владимир Владимирович нас надувает? Кому он все-таки больше врет? Детям? Стоуну? Обоим? Посмотрим Росстат. Оказывается, что действительно, если в 2012 году наблюдался спад населения, то есть смертность превысила рождаемость на 4251 человека, то в 2013, в 2014 и в 2015 году рождаемость официально превысила смертность. Соответственно, в 2013 на 24 013 человек, в 2014 на 30 036 человек и в 2015 на 32 038 человек. Однако, в 2016 году обратное мы наблюдаем. Наоборот, смертность превысила рождаемость на 2286 человек, а в январе-май текущего года уже на 111 800 человек. Поэтому, говоря любознательному школьнику, что у нас второй год рождаемости превышает смертность, президент врет. На самом деле все с точностью да наоборот. Со Стоуном несколько сложнее. Если допустить, что сюжет из фильма снимался в 2015 году, когда режиссер начал работать над фильмом, тогда вроде бы официально все правильно. Действительно, на 2015 год, третий год подряд, рождаемость смертность превышала. Но тут есть тоже одна тонкость. Ведь в статистику-то учтены не только новорожденные граждане России, но и новорожденные дети, женщин без гражданства, при условии, если они прожили на территории РФ более 9 месяцев. Вопрос. Какую часть новорожденных составляют их младенцы? Здесь искать гораздо сложнее, но в 2015 году Совет Федерации издал сборник проблемы миграции внутри и вокруг России, где в статье известного социолога Галины Силости на 44-й странице мы наконец видим исходную цифру за 2013 год. 49 876 новорожденных у мигранток. Совершенно очевидно, что в 2014-2015 году было примерно то же самое, если не больше. Потому что ведь с 2014 года к миграции стран Средней Азии и Закавказья сильно добавилось и без того значительный приезд сюда граждан Украины, вызванный войной. То есть они и раньше приезжали, но тут-то стали приезжать гораздо в большем количестве. Поэтому можно совершенно четко сказать, что весь прирост населения России естественный обусловлен исключительно детьми, родившимися у лиц, которые гражданами России не являются. Поэтому наш любимый президент обманул не только детишек из Сириуса, но и почтенного пожилого американского режиссера. Который, правда, сам обманываться рад, койку сын его работает на пропагандистском российском канале Russia Today. И, соответственно, папа с сыном стараются представить своего заказчика в максимально презентабельном виде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова